утренняя программа полный вперед говорит добро пожаловать в эфире утренняя программа полный вперед на русском радио мы рады поприветствовать основателя их виской школы технологий райнера штернфельда доброе утро доброе утро вот хотим сразу поподробнее узнать об их виской школе технологий мы знаем что это такое уникальное место где можно получить профессию будущего вот расскажите нам пожалуйста и нашим слушателям какие специальности можно освоить в вашей школе хорошо в юхвеевская школа технологии у нас будет новое имя скоро то есть это такое длинное имя но суть в том что это новая школа программирования для взрослых которая откроется в юхве осенью в этом в этом году где можно получить профессию 21 века все взрослые которые логично хорошо думают кто никогда не изучали программирование будем их ожидать уже через семь дней чтобы наступать как на новую профессию то есть кто угодно может эти тесты сделать это полтора часа эти тесты длится когда возможно себя как попробовать могу я или нет а специальности только программирование идет да сказать что мы подготавливаем просто программистов это было бы не точно в этом смысле мы подготавливаем все таки интегресклинарных людей которые способны решать разные проблемы используя программирование но честно говоря все люди которые изучали программирование знают что язык программирования это довольно легкий суть работы сама совсем другая это как мы решаем разные проблемы математические проблемы логичные проблемы как изобретать и разрабатывать новые продукты и услуги у нас нашей цифровой мире то есть мы ждем всех которые любопытные заинтересованы к интересной работой которые плачут больше чем сегодня может они получают например вы предлагаете за два года выучиться найти специалиста да и сделать это можно бесплатно согласитесь наше время разве может быть что-то бесплатное кто вас поддерживает кто спонсирует кроме эстонского государства у нас более чем 30 спонсоров из них половина частных спонсоров и половина из этих 30 предприятий которые ищут специалистов у нас очень большой недостаток специалистов в эстонии около 9000 и для специалистов и это все это или икты он настолько большой стал чем думали раньше на 15-20 лет назад что типа программист это какой-то очень особенный человек теперь получается что мы все можем стать программистом просто там разные ступеньки разные степени и в этом смысле все все люди я думаю что и даже свои дети у нас две дочери они изучают программирование так как навык из первого века это как писать или читать а уровень программирования тоже как индивидуальная как как кому давайте остановимся подробнее на истории создания вашей школы технологии какие известные личности имели непосредственное участие в ее основании данная история началась в 2019 году для меня когда я вернулся из силиконовой долине я там жил и работал восемь лет и приехал обратно в эстонию жить семьей и тогда маркиса который не театр этой школы позвонил и сказал у меня такая идея может сделаем такую школу его его сын когда участвовал тоже стекла силиконовой долине в такой же школе такой же платформе такой же как программе и я решил что это отличная идея для эстонии отличная возможность для эдовируемой эстонии и эдовируемая хорошая возможность для для сектора это когда мы связались с правными предпринимателями мартин вилли который создатель боль то и табет хинрикос который создатель транс ревайз и кроме этого еще четыре женщины у нас тоже среди создателей как это там киви мария пехки и марили скиттер и мерлин сейман то есть у нас восемь создатели четыре мужчины четыре женщины у нас очень хорошая команда мы работали вместе где-то целый год период этим когда мы получили финансы и тогда теперь нет недавно нашли две директрисы руководить этой школой то есть и тогда отсюда уже через неделю открываем доступ к этим тестам чтобы можно поступить в школу известно что на обучение вы принимаете взрослых людей да и обещаете им такую интересную работу но у взрослых есть тоже возраст согласитесь этапы взросления свои как бы считать может ли человек изменить свою жизнь и выучиться на программиста в 30-40 лет да мы совсем уверены в этом и если мы смотрим например самая ближайшая школа нам это в хейсинке там молодых там много но самый старый там 56 лет этому человеку машиностроитель который решил что он теперь будет учиться программистом то есть в наше время я считаю что у людей может быть не просто однако я три-четыре к я и мы все работаем дольше и работа менять и быстрее и так далее с точки зрения как способности мы считаем что программирование опять же если у человека хорошая логическое как мышление камень и язык программирования сам довольно просто это обычно как мы все время мы видим в разные языки программирование но это довольно быстро вопрос состоится в том что что интересует человека и разные способности а у людей то есть возможно например заниматься с базы данными возможно заниматься сетями возможно заниматься просто с приложением и с интерфейсами или дизайн например пользовательского интерфейса то есть среди это очень как большая сфера разных работ которые люди должны делать тогда каждый может сам решать что подходит лучше в конце апреля нынешнего года до начнется прием в вашу школу технологий кто может поступить в ваше учреждение и как это можно будет сделать какие документы необходимо все взрослые то есть 18 лет и больше верхнего границы нету никакого диплома мы не ожидаем никакого раньше как опыта программирования не мы не ждем единственная вещь которая наблюдаем это что то что человек должен быть закончить девятый класс и и почему девятый они гимназии это потому что может кто-то пошел после девятого класса какое-то училище и не закончил или не закончила и тогда все-таки пошли на работу и теперь хотели бы поменять свою профессию или это лучше работу получить вот и в этом смысле мы ждем всех и мужчины и женщины и тогда как выглядит прием это через неделю мы открываем новый сайт эти новости можем опять поговорить но в принципе это будет состоять из полтора часа такой это будет такой тест где неправильных ответов нету каждый человек сделать полтора часа разные вопросы отвечает через браузер через интернет и тогда мы выбираем по профилю как эти люди разные задачи решали мы выбираем туда 600 них и эти 600 людей тогда следующий как круг следующий как этап наступают и тогда три недели летом будут соревнования из кого листим мы выбираем тогда в конечный выпуск и тогда они начнут свою учебу в сентябре этого года что касается учебы расскажите на каком языке будет она проходить это как везде в наших училищах то есть материалы будут и на эстонскими на русском и на английском или хоть на финском если у нас будут финские студенты у нас партнершка школа здесь в казахстане у них тоже русскоязычный материал но языки программирования все английскоязычные даже в китае то есть разные там команды разные там слова надо знать на английском языке но в этом смысле бояться ничего нет здесь все все кто начали язык не было никогда никакой проблемы так что я думаю что у нас будут и менторы и будут люди кто будет помогать на месте если там что-то непонятно их помогут то есть в этом смысле это все будет как как в других училищах у нас то есть надо чтобы у людей была сила воли и их интересовала это это среда я думаю что это очень очень важно у нас в гостях был представитель гихвицкой школы технологий райнар штернфельд огромное спасибо вам за интервью хотим пожелать вам успехов и процветания вашему учреждению а также перспективных учеников спасибо дорогие